Огромный пожар охватил собор Парижской Богоматери. Он поглотил крышу достопримечательности возрастом более 850 лет, а также поверг в шок Францию и весь остальной мир. Впрочем, пожарным удалось спасти каменную конструкцию и две главных колокольни. Возгорание началось в послеобеденное время с небольшого очага, и вскоре огонь распространился на всю крышу собора. Он также охватил шпиль, который быстро обрушился вместе с третьей кровлей. Париж частично охватил густой смог, а на улице падал пепел. Удалось спасти некоторые религиозные реликвии и бесценные произведения искусства. При этом один пожарный был серьёзно травмирован. «Мы спасли терновый венец, тунику святого Людвига, несколько чаш. Огонь не добрался до сокровищницы. Внутри пожарные также пытались спасти некоторые картины, но большие вынести было невозможно». Президент Эммануэль Макрон прибыл на место около полуночи. «Худшего удалось избежать. Хотя битву мы ещё окончательно не выиграли». По словам президента, во Франции начнётся кампания по сбору средств на восстановление собора. В её рамках обратятся к меценатам по всему миру. «Мы вместе его отстроим. Он, без сомнения, будет частью Франции и нашей жизни ещё много лет». На месте в восточной части острова Сите собрались тысячи удручённых парижан и туристов. Некоторые пели «Аве Мария», кто-то стоял на коленях и молился. «Ужасная ситуация. Сгорели сотни лет истории. Ещё более трагично то, что это совпало с датой рождения Леонардо да Винчи. Это уничтожение истории, всемирного наследия, архитектуры. Очень жаль. Весь мир будет об этом скорбеть». Мировые лидеры также выразили свои соболезнования в связи с пожаром. Между тем, полиция Франции начала расследование причин пожара. По данным источников, пока рассматривается версия, что возгорание началось случайно. Во время пыльной бури в пакистанском городе Карачи погибло пять человек. Ещё 36 были госпитализированы. Такие данные приводят власти страны. Глава метеослужбы Пакистана сказал, что буря оказалась сильнее, чем прогнозировалось. Ветер дул со скоростью 65 км в час. Видимость снизилась до 500 метров. «Это некомпетентность администрации. Они должны были подготовиться к такому. Сейчас такие вещи известны заранее. Есть улучшенные системы, позволяющие сделать точный прогноз». В разных частях города с корнем вырваны деревья, повалены столбы электропередачи и билборды, сорваны крыши и выбиты стёкла. «Это дерево затряслось, а потом упало. Мы остановили дорожное движение, включая одного мотоциклиста, который ехал на большой скорости. Тут также упал полицейский на мотоцикле. Потом прибыла дорожная полиция и очистила дорогу». Среди погибших – двое детей. Один скончался под рухнувшей крышей, второго задавило упавшим деревом. Из-за непогоды закрыли госучреждения и школы. Тысячи человек собрались на улицах суданской столицы. Они призывают военных немедленно передать полномочия Временному гражданскому правительству. Организаторы также вручили военному совету список требований и сказали, что протесты продолжатся, пока эти требования не выполнят. «Нет, нам это не нравится. Мы останемся здесь. Нам нужны республика и республиканское правительство. Они должны выполнить все наши требования. Только тогда мы разойдёмся по домам». 11 апреля военные отстранили от власти президента Амара Аль-Башира, который занимал пост последние 26 лет. До этого в стране несколько месяцев продолжались протесты против экономического упадка и повышения цен. Армия распустила парламент и сформировала военный совет. Его представители уже заявили, что бывшая правящая партия «Национальный конгресс» не будет участвовать в формировании нового правительства. Нацбанк Судана также заморозил счета администрации президента и обеих палат парламента. Военные заявили, что переходный период продлится два года. Они также пытались разогнать протестующих, которые собираются не только в Хартуме, но и в других городах. Однако люди уходить не собираются. Они требуют, чтобы лидеры бывшего режима предстали перед Международным судом. В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Аль-Башира по обвинениям в геноциде в Дарфуре. Как утверждается, он руководил там этническими чистками, в результате которых около 300 тысяч человек погибли, и ещё почти три миллиона бежали из своих домов. «Подобные позы иногда сложно принять даже молодым. Но только не этой обаятельной американке. Этим летом Тао Парчон Линч исполнится 101 год, и бросать йогу она пока точно не планирует». «Женщина родилась во французской Индии. Говорит, что познакомилась с йогой в семь лет. Шла по пляжу и видела мальчиков, которые делали необычные движения». «Я начала за ними повторять. Моя тётя спросила, что я делаю. Я сказала, что просто повторяю за ними. Она ответила, леди, такими не занимаются. А я ответила, если мальчики могут это делать, я тоже могу. Поэтому, если вам что-то кажется хорошим, просто это делайте. Не стоит слишком много времени тратить на размышления». Уже подросткам Тао начала преподавать йогу. И делает это до сих пор. Занятия проходят в зале на севере Нью-Йорка. По мнению женщины, йога может исправить всё – от плохой осанки до негативного мышления. Она также считает, что именно техника дыхания помогла ей сохранить лёгкость и подвижность в столь почтенном возрасте. Она несколько раз ломала бедро, но каждый раз благодаря занятиям удавалось восстановиться. Философия жизни – встречать каждый день с радостью. «Когда я просыпаюсь утром, я смотрю на солнце и говорю, это будет лучший день в моей жизни. Так что просыпайтесь с радостью. Знайте, что она готова вас наполнить». Её жизнь – это путь йоги, и путь йоги – это её жизнь. Так она это видит, и это она излучает изнутри, а мы впитываем. В начале этого года правительство Индии удостоило Парчон Линч премии «Падмашри». Это четвёртая из высших наград страны за выдающийся вклад в той или иной области. В последние 20 лет женщина также участвует в соревнованиях по бальным танцам. Обладатели самой стильной и оригинальной растительности на лице собрались на фестивале «Мистер Бородач» в Екатеринбурге. Здесь можно увидеть длинные и окладистые бороды, а также аккуратные бородки и пышные усы. Жюри выбрало победителей в трёх категориях – «Мушкетёр XXI века», «Голливудская борода» и «Мечта Петра Великого». То есть борода должна быть такой, чтобы строгий самодержец не заставил её сбрить. Лучшим в этой номинации стал Анатолий Карманов. «Борода – это для меня жизнь, во-первых, потому что в старину, в далёкую старину, борода считалась признаком рода. То есть это было такое родовое событие, все мужчины носили бороды». В России отращивать бороды снова стало модным примерно пять лет назад. «К счастью, появился тренд на бороду. Кто-то начал попробовать, начал носить, и они продолжают её носить. У мужчины должна быть борода». В жюри пригласили и женщин. Глядя на конкурсантов, Наталья Леонова изменила свои отношения к бородам. «Оказывается, это целое искусство – ухаживать за бородой, носить бороду, презентовать её, но и быть просто полностью в образе и быть красивым. В общем, мне понравилось». Благодаря популярности бород в стране открывается всё больше барбершопов, парикмахерских для мужчин. «По нашей аналитике и аналитике ведущих ребят в России, этот рынок будет ещё растущим года 3-4 точно. То есть за ближайшие пятилетия наверняка откроется несколько тысяч барбершопов ещё, большая часть из которых, конечно, уже будет в сегменте лоу-пост». Мода на какую-то определённую форму бороды нет. Всё зависит от характера работы и предпочтения обладателя растительности на лице. «Если ребята работают в офисе, можно предложить, я это называю, бизнес-борода. Просто аккуратная оформленная щетина небольшой длины. Она уместна и подчёркивает просто силуэт челюсти. Если человек где-то работает не в официальной сфере, то можно уже более какие-то длинные образы делать». Ну а участники фестиваля ни при каких обстоятельствах не намерены расставаться со своими пышными и длинными бородами и усами. Конкурс бородачей прошёл в Екатеринбурге во второй раз. Марскенш с проживанием всему миру!